Золотой запас талантливых, спортивных, целеустремленных и одаренных представителей молодого поколения Сморгонского района собрала церемония чествования «Парад звезд». В районном центре культуры состоялось торжественное вручение районных премий учащимся, которые стали победителями и призерами областных и республиканских предметных олимпиад, исследовательских конференций, творческих конкурсов, спортивных соревнований. Представители районной власти под громкие овации зала вручили молодежи заслуженные награды. Ребята, вы достойно представили свою школу и наш Сморгонский район. Именно вы – наша надежда и гордость, именно вы – наше будущее. Районный исполнительный комитет, районный совет депутатов гордится вашими успехами. И мы стремимся создать все условия для развития и поддержки от дарованных детей. Присуждение премии за особые успехи – это одна из мер по государственной поддержке талантливой молодежи. Выражаю слова благодарности педагогам юных дарований за труд, веру в своих воспитанников, родителям, чья любовь и поддержка дают детям силы продолевать все трудности. На сцену поднимались ребята широко образованные, волевые, способные к нестандартным решениям, стремящиеся к самосовершенствованию, умеющие в любом деле ценить и добиваться высокого качества. Разделить радость яркого и в то же время волнительного события пришли родители лауреатов церемонии, руководства и учителя образовательных учреждений. Моя ученица – Капыш Виктория, за которой я занимаюсь с пятого класса, и которая с восьмого класса является уделницей областной Олимпиады по белорусской мове литературы. Я ее вельми ганаруще, вельми люблю, потому что она старанная, добрая, отказная ученица. Она любит мой предмет. И наповно главный успех у тем, что у человека есть мотивация, у человека есть ожидания влучшиться, у человека есть текарность до этого предмета, есть любовь до этого предмета. И успех на поносе этого складается, это головное. Сморгонщина живет удивительно многообразной, интересной и творческой жизнью. Данное мероприятие стало одной из добрых, сложившихся традиций. Церемония чествования «Парад звезд» – это большой стимул, оценка огромного труда как преподавателей, так и их воспитанников. Яркой звездной россыпью в этот день блистал зал. Я занимаюсь математикой. Недавно ездил на республиканскую олимпиаду и занял третий диплом. Для этого мне пришлось очень много поработать, и я отдавал большую часть своего свободного времени. Ты свою дальнейшую жизнь как-то будешь связывать с математикой, свою профессию, образование какое-то дальнейшее? Да, я собираюсь связаться с математикой и, предположительно, хотел бы стать программистом. В этот особенный праздник много добрых пожеланий звучало как в адрес учителей, тех, кто вдохнул в ребят любовь к науке, спорту, искусству, кто из года в год добивается высоких результатов в обучении и воспитании подрастающего поколения. Также и в адрес родителей, кто привил своим детям стремление двигаться к цели, не бояться трудностей, кто поддерживал своих чад на нелёгком пути знаний. Дети – это всё для родителей, и поэтому даже какие-то свои достижения, они меркнут просто перед достижениями деток. Я очень горжусь своими детьми. Это моя девочка, мой второй ребёнок, старший сын тоже у меня очень достойный человек. Я очень хочу, чтобы вот эти вот их достижения, сначала маленькие, потом большие, перерастали во что-то хорошее, чтобы они добились всего в жизни, что они запланировали. Родители должны поддерживать деток своих, и, конечно, она в моём лице находит поддержку всегда, что бы ни случилось, какая бы проблема ни была, или это просто помощь. Прежде всего, это большая работа, это большой труд. Ребёнок, если хочет чего-то достигнуть, он должен усердно трудиться. Так учили меня мои родители, так учу я своих детей. Впереди новые рекорды и звёздные успехи. Ни в какой бы сфере юные одарования не выступали – науке, культуре, спорте. Вместе они – золотой фонд родного края, кадровый резерв нации и её потенциал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова